Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня сегодня очень интересный гость. Даже для меня очень особо интересный, потому что поговорим мы о том, что я совсем плохо себе представляю, но при этом это очень неожиданно, необычно и действительно интересно. Сергей Лушаков, руководитель компании 911. Сергей, добрый день. Добрый день. 911 ассоциативно в общем и целом понятно. Я благодаря тому, что мы с вами знакомы, знаю направление деятельности, но это очень неожиданно, потому что даже редактор программы, когда я сказал, кто придет ко мне в гости, сказал, как это так? Чем занимается компания 911? Когда открывались, как корабль назовете, так он и поплывет, так он и пойдет. Было принято решение назвать компанию 911, поскольку вся деятельность связана с частной пожарной охраной, спасательными работами. Ну и сейчас у нас еще появилась частная скорая помощь, поэтому у нас три в одном. Компания занимается охраной опасных производственных объектов на территории России. И, соответственно, все сопутствующие к ним, к этим вопросам, там, скорая, спасатели, пожарная, все вот эти три кита, они у нас работают на обеспечении безопасности этих объектов. Вот. Сам я работал в пожарной охране. В Кирове, скажем так, закончил службу в должности начальника пожарной части Первомайского района. Ну, а затем вот решили создать свою частную службу. Слушайте, ну вот давайте зафиксируем. В России есть частная пожарная охрана? В России много частной пожарной охраны на сегодняшний день. Когда мы ее создавали в 2007 году еще были попытки, в 2012 году уже сформировалась компания 911, тогда частных компаний было немного. Но вообще история знает компанию, с перестройки еще есть компании, которые работают до сих пор в области частной пожарной охраны как раз. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Я бы сказал, хорошо, что, наверное, большинство из нас с этим не сталкивались в повседневной жизни, да. Но это полноценные пожарные части или это какие-то там, ну не знаю, ведомственные истории. То есть, ну, мы знаем МЧС. Да. Огромное наше ведомство. Частная пожарная охрана, каково ее место, где она работает? Ну, федеральным законом пожарной безопасности сформулирована частная пожарная охрана как вид пожарной охраны как таковой вообще. Есть государственная, есть муниципальная, ведомственная и частная. Ну, есть добровольная еще. И частная пожарная охрана, она работает в соответствии с Гражданским кодексом на основе заключенных договоров. Поэтому у нас с объектами договоры, соответственно, мы выполняем по их пожеланиям, по их техническим заданиям то, что они от нас требуют. Да, это полноценные пожарные подразделения, плюс в этих пожарных подразделениях, соответственно, есть спасатели. Они же у нас обучены на медицину. В общем, ну, и оснащены, скажем так, тем же самым оборудованием, что и в МЧС. Почему предприятие обращается к вам не... Ну, собственно говоря, вам же надо платить. Да. А сейчас государственная пожарная охрана бесплатная. Государство дало возможность компаниям, таким компаниям, выбирать. То есть, что вы хотите, да, как вы хотите. Обеспечить свою безопасность. Некоторые предприятия сами получают лицензии и работают сами себе, обеспечивают. Но они при этом обязаны это сделать, да? Есть предприятия, которые обязаны. Есть предприятия, которые на добровольной основе. Есть в нашей практике, скажем так, люди, которые болеют душой за безопасность и просят обеспечить пожарную охрану, там, некоторых там объектов. Ну, к примеру, это там база отдыха какие-то. То есть, и поэтому... В общем, у нас есть свои клиенты. Мы благодаря этому вот в этом году было 10 лет компаний, 10 лет работаем, совершенствуемся и растем, скажем так, в этой области. Ну, знаю, что работаете далеко не только в Кировской области, но при этом компания существует здесь. Какова география и как вообще, как вы ищете клиентов? Ну, это же такая вот очень специфичная история. Как продавать эту услугу? Ну, да, то есть громкой рекламы здесь у нас нет такой, что вот там, приходите, мы вас потушим за денежку. Да-да. Каждый третий пожар бесплатный. В свое время это было, начинали мы на электростанции Кирово-Чепецкой, ну и каким-то образом пытались, предлагали коммерческими предложениями различным предприятиям в России, там, посмотрите на нас, мы такие есть хорошие, имели там благодарственные всякие письма и так далее, привлекали клиентов своих вот этих будущих. Ну, и путем так вот собственных приездов, убеждений, там, рассказов и так далее, то есть предложений, то есть, да, предприятиям. Это у нас был первый шинный завод, и долго думали о ней, то есть, и согласились нас попробовать наши услуги. То есть, работаем до сих пор. Это во Всеволожске и Ленинградской области шинный завод Нокентарск. Сейчас мы работаем в Ленинградской области, целлюлозный бумажный комбинат, табачная фабрика British American Tobacco в Петербурге, Всеволожский завод шинный, компания Транснефть, Казань, получается у нас Альметьевск, Курган, Челябинск, вот там работаем. Значит, соответственно, Газпромнефть это Ленинградской области, работаем с предприятием, с известным центром Сколково, тут уже пятый год. Это такая география. Я понимаю, когда закрываете, не знаю, тот же упомянутый вами Первомайский район, есть пожарное депо и закрыто. Тут, получается, на каждое предприятие надо свой отряд. Ну, да, на каждое предприятие пожарное подразделение с определенной численностью, не менее определенной численности, соответственно, я как, скажем так, начальник отряда местного какого-то небольшого гарнизона, то есть порядка у нас сейчас 10 пожарных подразделений полноценных, то есть есть еще подразделения групп профилактики, ну, это как не пожарная часть, а просто на каких-то объектах групп профилактики работают. Вот. Что, а как вот, Сергей, взаимодействие? Ну, то есть вот, не дай бог, конечно, да, но возьмем абстрактный какой-то объект, который охраняет частная пожарная структура, там происходит возгорание, что государственная пожарная охрана не едет туда? Нет, мы как, понимаете, мы как являемся на этих предприятиях подразделением быстрого реагирования, скажем так, да, то есть все предприятия оборудованы противопожарными системами, все системы введены к нам в пожарную часть, диспетчер при получении первого же сигнала отправляет нашу машину, соответственно, вызывает федеральные службы, а с федеральными службами у нас все подразделения работают по соглашению, то есть мы включаем, мы все включены, все подразделения включены в расписание выездов пожарных подразделений и в план привлечения сил. То есть если где-то пожар, то вы на неоплачиваемые объекты можете привлечь? Нет, это все зависит от желания руководства объекта. Если объект согласен рисковать и отправлять нас в соседнюю деревню, которая находится рядом, это как бы он берет на себя ответственность, и мы едем. Да, ну такие случаи тоже были, мы тушим пожары, в прошлом году у нас 9 спасенных жизней, вот, и тушим пожары рядом находящихся в населенных пунктах. То есть, к примеру, целлюлозно-бумажный комбинат в городе Светогорск, Ленинградской области, он с населением 16 тысяч, он является градообразующим. И наше подразделение в составе 80 человек, оно охраняет в том числе и город. В разы больше, чем местная часть. Да, там федеральная часть расположена в 70 километрах. И мы, в принципе, все делаем в этом городе. И кошечек достаем, и бабушек по лесу ищем, и двери вскрываем, и пожары тушим, и даже ДТП, если происходит, то мы достаем людей из машин. То есть, наши люди работают вот в таком... С 1 сентября у нас полноценная скорая помощь начала работать, два отделения. Где? Значит, в Северск, Ленинградской области. Одно, и Кингисепп, это второе. И на платной основе ездят машины, бригады, оказывают помощь людям, простым гражданам. На выезде? Да, то есть там по полисам ДМС и по ОМС тоже. Привлекают нас страховые компании, обеспечиваем медицинское обеспечение таких массовых мероприятий. Ну, понятно. Вот смотрите, у нас всегда государство так очень осторожно, мягко скажем, осторожно относится, когда частный бизнес пытается оказывать подобные же услуги. Потому что государство редко выдерживает конкуренцию, оно понимает, что сразу появляется возможность сравнить, у кого лучше, да, и какие-то выводы сделать. Как у вас вот за 10 лет работы опыт взаимодействия с профильными ведомствами, с той же, прошу прощения, с тем же МЧС, да, и теперь со скорой помощью. Как отношения складываются? Требования к нам очень жесткие. То есть они же вас и проверяют. Они нам выдают лицензию, они нас проверяют, они же являются нашими конкурентами, по сути. Ну, такое смешно, но так и есть. И, соответственно, и по спасательным подразделениям там также. Определенный объект относится к какому-то министерству ведомства, какой-то Кминэнерго, какой-то Кминхимпромторгу там и так далее. Соответственно, каждое ведомство выдает свой документ, да, имеющий, то есть разрешающий право работать на определенном объекте. И они же нас и проверяют. И требования у них гораздо выше, чем... К самим себе. К МЧС, да, вот, да. Потому что заставить, как сказать, не то, что заставить, у нас есть обязанность, к примеру, да, иметь у себя полевой, значит, аппарат искусственно-вентиляционный легких. Он стоит очень много денег. Аппарат ИВЛ, мобильный. Да, соответственно, мы его покупаем, да. То есть есть для спасателей, значит, устройство для проникновения в узкие пространства. То есть вот в некоторых частях МЧС такого нет, да, но нас вот требуют. И за 10 лет вот я для себя вырубил такой, как бы, значит, путь развития. Это обязательно приобретать вот все эти необходимые средства для того, чтобы, во-первых, оказать квалифицированную помощь и, во-вторых, устоять при проверках различных структур. Потому что не секрет, что компаний таких много и некоторые компании, скажем так, имеют ресурсы определенные. И конкуренция составлять таким компаниям сложно. Плюс еще сложно составлять конкуренцию самому федеральной службе. Потому что федеральная пожарная служба также может охранять объекты. И поэтому здесь нужно держать планку, чтобы... Слушайте, неужели действительно много пожарных частных компаний в России? По России очень много. Сейчас их очень даже... Это же такой объем капиталовложений, да, то есть вся техника, персонал. Да, и конкуренты причем не дремлют. И, соответственно, ты... Мало того, что мы взяли под объект какой-то, под охрану объекта, мы еще должны удержать этот объект через определенное количество времени, да. То есть очень много тендерных процедур проводится по России, где предлагается вот этими объектами как раз возможность их охранять. И чтобы удержаться на плаву в этом, так сказать, на этом рынке, мы вынуждены совершенствовать свою деятельность. У нас сначала была частная пожарная деятельность, потом мы к ней приклеили спасательные работы, потом увеличили количество там спасательных работ в этих... Сейчас, значит, дошло дело до скорой помощи. А сколько человек работает сейчас в компании? В компании сейчас работает 270 человек. Вот. 10 подразделений, 43 единицы техники. То есть недавно тут военкомат интересовался нашей техникой очень сильно. Слушайте, а кто эти люди? Это все бывшие сотрудники? В основном, да. Это пенсионеры, молодые пенсионеры, которые, пенсионеры пожарной охраны и спасательных служб, которые уже еще могут, у них есть состояние здоровья, позволяет им работать. Ну, а медперсонал — это работники скорой помощи, которые где-то себя не... Ну, посменно просто. Где-то себя не нашли или наработают там и там. То есть, соответственно... Вот. Не могу не спросить, хотя... Ну, я на самом деле действительно с большим интересом разговариваю, потому что знал, чем занимаетесь, но вот эти... Как это все устроено внутри, думаю, что интересно и мне, и нашим слушателям. Слушайте, а вот какую ответственность несет частная пожарная охрана, заключая договор с какой-то из компаний? Ну, ответственность, во-первых, по договору. То есть, там материальная ответственность прописывается. То есть, вы берете на себя какие-то обязательства? Да, мы деятельность свою страхуем обязательно, страхуем третьих лиц. Ну, то есть, например, мы же вот... Ну, условно говоря, у нас же... Ну, государственная пожарная охрана не несет никакой ответственности? Ну, там, у меня же нет с ними договора, что мой дом там в случае... Ну, как не несет? Вот вы платите налоги. Если она, допустим, сработала некачественно, неправильно, то вы можете потребовать с нее какие-то компенсации. Такие же случаи были по России, да. То есть, вот излишне пролитая вода на пожаре, соответственно, предъявляет претензии к государственной службе. Слишком хорошо тушили? Ну, понимаете, как бы... Ну, я понимаю, что бывает много абсурда, как бы, да? Есть определенные виды пожарно-технического вооружения, да, пожарные стволы с различным расходом. Есть расход очень сильный, есть сейчас такие системы тонкой распыленной воды, которые продают, как вот на автомойках работают керхеры там. Соответственно, ниже лежащие этажи могут не проливаться. Ну, на практике такого бывает редко. Ну, опять же, из практики, случаи, когда пожарные возвращались обратно на место пожара. И, соответственно, таким люди могут предъявить претензии. То есть тут... Ну, а мы здесь еще больше ответственность у нас, потому что у нас в договоре четко прописывается то, что мы должны делать. Помимо законодательства, у нас еще договорные обязательства, которые мы должны выполнять. Вот... Что вам нравится? Ну, я люблю свою работу. Что 10 лет этим занимают? Я люблю свою работу. Я, значит, у меня династия пожарная. Дед, отец, значит, брат. И я, как сказать, вот этой темой очень увлечен с детства. Я с детства жил в пожарной части, там, с отцом. И потом я пошел в институт пожарной безопасности, закончил, работал в пожарной охране здесь, в Кирове. И я эту работу очень люблю. И для меня это, получается, вся моя жизнь. То есть, вот, и сейчас новые какие-то для меня интересные новые дела появляются. Это вот там спасательные работы, да, это вот скорая помощь. Не так давно мы открыли эту морскую компанию свою частную, спасательная у нас служба на воде. И, значит, работают, скажем так, моряки. Что это такое? Мы номинировали это в торгово-промышленной палате бизнес-событий. И было большое внимание к этому. Что за спасательная служба на морской? Значит, спасательная служба у нас имеет свидетельство на поисково-спасательной работе. Поисково-спасательная работа проводится на суше и на море. И вот мы, значит, на суше у нас вся составляющая имеется. Мы сейчас перешли плавненько в море. И приобрели судно, спасательный катер. Значит, так сказать, приняли людей. Кто ваш клиент в данном случае? Кто эти услуги заказывает? Опять же, опасные производственные объекты, опять же, которые находятся рядом с акваторией. Которой требуется какая-то работа в акватории. То есть это такие компании, там, нефтяные, да, компании различные, там, газовые, там, нефтяные, которые есть. Ну и вот, опять же, новое дело, которое мы сейчас развиваем, это кинологическая служба. У нас есть спасательная собака, аттестованная. Мы ее готовим различные, ну, это, как сказать, моя собака, но на базе вот этой вот, скажем так... То есть аттестованная собака? Аттестованная собака-спасатель. Породы лаборадор. Слушайте. Вот. Она на водах? Она на воде, она сейчас, значит, готовится к минорозыксной работе и ищет людей в лесах. И, да, следующий этап – это подготовка под завалами поиска. Ну, в общем, собака работает пять дней в неделю, у нее, в общем, отдыха. Рада ли, что у нее хозяин-то такой? Ну, значит, если породу лаборадор брать, то собака-лаборадор, она очень рада работать. Да, вот поэтому. И я, соответственно, получив профессию дополнительно кинолог, отучившись в Пермском институте, сейчас совершенствую свою деятельность вот именно в этих областях, и, соответственно, с собакой мы работаем. И предлагаем сейчас некую услугу для, опять же, бизнеса. И такая услуга уже существует, и поэтому мы не первые. Это проверка объектов на предмет наличия взрывных веществ. Там дежурство на каких-то мероприятиях, там на КПП и так далее. То есть проверка транспорта. То есть такие уже услуги уже фирмы оказывают. И мы тоже к этому стремимся. А что еще будет? Какие направления в голове? Мне сложно представить, но... В чем видите перспективы? Я вижу перспективы. И много раз предлагал еще. Предлагал мэру Кирова, Быкову, когда строились чистые пруды, я предлагал организовать частную пожарную охрану чистых прудов. То есть сэкономив при этом бюджетные средства какие-то. То есть, да. Вплоть до того, что предлагались там строительство пожарной части. Да, вот мы сейчас затеяли стройку. Пока с экономической ситуацией сложно, но мы этот путь потихонечку, медленно движемся. В Кингисепском районе мы строим пожарную часть. То есть получаем сейчас разрешение на строительство. У нас проектная документация уже готова. Там будет пожарно-спасательная часть со станцией скорой помощи и вертолетной площадки для вывоза пострадавших, если такая ситуация произойдет. И как раз и идея в том, что частная пожарная охрана, в принципе, можно, я думаю, доверить охрану населенных пунктов. То есть мы сейчас ездим там по желанию МЧС, как привлекает нас, но иногда, как вот в Светогорске, Ленинградской области, мы ездим без них. И все вопросы решаем без них. Сами. Поэтому это, наверное, следующий этап, что государство как-то должно, может быть, согласиться или попробовать вот этот вот, скажем так, ну, отдать населенный пункт под охрану. Это экономия средств и так далее. Откуда экономия? Ну, то есть от дополнительных услуг. То есть дополнительные услуги этому же населению, бизнесу, находящемуся в районе выезда пожарных. Которые вы можете оказать. Да, да. У нас еще охранные предприятия есть, которые занимаются охраной. И, соответственно, охрана предлагается всегда с комплексом услуг по монтажу различных систем, противопожарных, видео, контроль доступа. И вот в целом вот этот вот, скажем так, такой холдинг, он оказывает услуги в области безопасности всей безопасности. Слушайте, ну вот спрошу. Вы сказали, что много частных пожарных компаний. Наверняка вот те самые клиенты, которых вы называли крупные, там знакомая всем история, когда эти компании создаются самостоятельно или более дружественные, имеют место. Что с конкуренцией? Вот есть ли крупные, например, компании такие федерального масштаба? Ну, как и вы, в общем-то. Что на рынке сейчас здесь? Если оценивать, ну, вот как бы скромничать не буду, мы, в принципе, в крупные входим компании, потому что у нас есть огромный набор услуг, и у нас есть огромный опыт работы с различными объектами, в общем, различной хозяйственной направленности. То есть вы крупный игрок этого рынка федерального? Да. У нас есть такие же игроки, которые... с которыми мы постоянно где-то сталкиваемся, в каких-то тендерах. То есть, да, вот мы, допустим, охраняли объектом, там, три года. Через три года нас сменил этот же игрок, только там... А через три года мы его опять поменяли там. То есть идет такая постоянная поиск, потому что благодаря вот тендерной процедуре есть возможность осуществлять эту работу. Потому что... Ну, Сергей, вообще рынок развивается, потому что мы, ну, 10 лет вы работаете, за этот период разно направленные были движения на рынке, да, где-то государство придавливало ситуацию, там, монополизировало, где-то развивалось. А что вот в этой сфере происходит? Ну, я не скажу, что вот за 10 лет прям мне кто-то мешал работать со стороны государственных органов. Ну, все, скажем так, было планово, какие-то вопросы решали, там. Ну... Развивались или так, ну, ровно шло все? Нет, как бы развитие идет, и оно будет разведеть, и сейчас будет идти. Считаю, что сейчас, когда экономическая ситуация выровнится, то многие объекты просто, ну, все равно... Ну, вот, давайте мы тогда прервемся. Коротко про перспективу поговорим после рекламы. Небольшой рекламный блок, не переключайтесь. Программа «Разговор по делу» вернемся в эфир через несколько минут. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня сегодня в гостях Сергей Лушуков, руководитель компании 911. Необычное направление деятельности, но при этом крупная компания, большой рынок. И мы с вами перед рекламой начали говорить о перспективах. Вы сказали, что в нынешней ситуации видите потенциал, ну, собственно говоря, роста. В чем видите, с чем он связан? Ну, в свое время у нас были попытки в МЧС пожарную охрану частную немножечко придавить. Потому что внебюджетные источники финансирования, которые были раньше, до этого, они шли все в МЧС. Соответственно, сейчас они идут все. Соответственно, каждый год они какие-то приказы, вносят новое постановление и снижают круг вот этих объектов, которые мы можем охранять. То есть есть перечень опасных производственных объектов, которые охраняют непосредственно МЧС. Только они. Только МЧС и не более. А все остальное, пожалуйста, охраняйте. Поэтому вот за счет всего остального как раз мы и живем. И будем развиваться далее, потому что в свете появления новых предприятий, соответственно, пожарная безопасность, она в любом случае должна быть обеспечена. Какие-то предприятия будут обязаны содержать что-то. Какие-то предприятия просто... Сами-то позаботятся. Да, они находятся на такой удалении от пожарной охраны федеральной, что просто вынуждены. Сейчас мы предлагаем такую услугу охрана населенных пунктов, коттеджных поселков вместо пожарной охраны. То есть пожарная охрана туда добирается за 40 минут, а если еще какой-то пожар, то она вообще туда приедет очень долго. То наличие пожарного автомобиля в коттеджном поселке сразу, во-первых, поднимает стоимость участка. Поднимает стоимость. Ну и уверенности придает, прямо скажем. Да, да. И если еще все сигналы с этим приходят именно непосредственно на пульт пожарной охраны, то через 3-5 минут уже на месте и работаем. Соответственно, гораздо безопаснее. Это такая ноу-хау, которую мы предлагаем. И это вообще не идет так. Работаем. Да, работаем. А санкционная история как-то сказалась? Иностранные компании были на этом рынке вообще? Значит, мы работаем с «Северным потоком-2» и с всем известным. Нордстрим. Да, Нордстрим АГЭ. И, конечно, санкции сказались и на нас. И, значит, на сегодняшний день... Мы охраняли северную... Да, мы обеспечили пожарную безопасность площадке на российской территории. Вот. Ну, соответственно, нас санкции тоже коснулись. Было тяжело, мы этот этап прошли. И, ну, скажем так, после известных всех событий в сентябре, соответственно, тоже сложности определенные сейчас имеются. Но я вижу перспективу все равно дальнейшей работы. Поскольку Нордстрим перестраивается сейчас в газовые потоки в сторону России и всех предприятий, которые находятся на российской территории, поэтому он работать будет, и мы с ним будем продолжать так же, думаю, сотрудничать. Ну, прошу, понимая, что вы, наверное, там, может быть, не очень в курсе, но, может, будут восстанавливать? Тут я комментарии, конечно, к сожалению, давать не буду. Ну, а вдруг? У меня, да, к сожалению, нет. Вот моя задача – это обеспечить безопасность объекта и безопасность людей, находящихся на его территории. Вы отвечаете за российскую территорию? Там все произошло не на российской, поэтому. Слушайте, а еще какие-то, ну, вот за 10 лет, я думаю, что были какие-то интересные истории, которые остались в памяти уже, так, к завершению программы. Что-то вот такое, что… Ну, что-то личное, да? Вот что, еще раз спрошу, нравится вам в работе? Что-то вот так цепляет? Я как играющий тренер, то есть я аттестованный спасатель, спасатель, кинолог. Я все время с ребятами прохожу очередные аттестации, с ними, значит, ползаю по веревкам, там, занимаюсь этими же всеми делами, то есть, в общем, постараюсь держать себя в форме и постоянно. И еще, что мне нравится, то, что смотреть в глаза людям, которые закончили службу в МЧС и, в принципе, на пенсии не могут себе где-то найти место, или кто-то работает там, где у него душа не лежит, и они возвращаются, работают к нам, и получают огромное удовольствие от того, что они снова в деле, они снова работают. И вот их горящие глаза видеть, это, конечно, дорогого стоит. И некоторые работают у меня люди в здоровье, в таком еще, с моим отцом еще работают, это очень приятно. Ну и самый главный, наверное, момент, это когда наши ребята вытаскивают людей, и вот это вот самое, наверное, главное, и радость, что мы как бы не просто там деньги зарабатываем, как кто-то говорит там, кстати, пожарная деятельность частная, она много денег не заработаешь. Я еще раз говорю, с такими вложениями, собственно. И вот это вот удовольствие от того, что спасенной жизни, то есть ты не зря как-то работаешь. Вот это, наверное, была у меня задача, когда я работал в МЧС, и интерес был к этому. Да, и сейчас, да, в этом, я этим как бы дальше и живу. Слушайте, что могло бы вам помочь? Вот чего не хватает, ну, с точки зрения бизнеса? Ну, не хватает. Мне кажется, нужно как-то разделить все-таки момент лицензирования, да, то есть чтобы, ну, не было такого, как в охранной структуре, да, допустим, лицензию выдает там, и так и здесь пожарная, да, там, выдает лицензию конкурент, по сути, тот, кто работает. То есть нужно как-то вот от этого... Больше о независимости? От этого отойти, да, чтобы был какой-то независимый лицензионный орган, да, который бы, допустим, выдавал лицензию. Вот как, к примеру, у спасательных подразделений, а там не МЧС дают лицензию, а министерство, допустим, там, по видам деятельств, МЧС энергетики, у них создана своя комиссия, там, у них там 20 человек в комиссии, соответственно, в которой присутствуют сотрудники МЧС. И комиссия решает, дать или не дать, отправляет экспертную группу, экспертная группа приезжает, смотрит все оборудование, а есть оно, смотрит обучение, проверяет знания, и в результате оценивает и выносит на комиссию. Мы проводим там... Ну, то есть более объективно. Да, более объективно. Вот хотелось бы, допустим, пожарной частной деятельности и так. Соответственно, законно... Нормативные акты МЧС принимают таким образом сейчас, чтобы ограничить количество таких подразделений. Но я понимаю, почему. Потому что есть подразделения, которые серьезно относятся к делу, а есть подразделения, которые сделаны на бумаге для просто зарабатывания денег. Какими-то недобросовестными, там, руководителями МЧС, создающими какие-то свои компании, там, ответвленные, там, и так далее. Вот. Я думаю, что... Если идти по пути министерства и ведомств, то будет более прозрачная работа наша. И более нам будет требовательно относиться... Ну, это именно в части пожарной вот деятельности? Да, в частной пожарной, да. В плане... А вообще перспективу в частной скорой помощи видите? Я вижу и в частной скорой, и в спасательных, я вижу в этих перспективах. Потому что все-таки правильно государство отдает на откуп определенные вещи. И просто нужно вот это правильно систематизировать, сделать нормативную базу. И тогда будет все работать. Потому что скорая помощь работает тоже, я считаю... А тут ответственность очень высокая. Очень высокая, да. И дети, и взрослые, и старый, и млад, как говорится. Вот, Сергей, завершаем уже, к сожалению. И очень быстро летит время. Не хватает всегда, чтобы обо всем поговорить. Вы, как руководитель компании, нас в основном слушают люди так или иначе имеющие отношение к предприятиям, к бизнесу, к руководству. Как руководитель компании профильной, что коротко, профессионально, так скажем, порекомендуете? Людям, которые несут на себе ответственность за предприятия, производство людей. Ну... Всем в частную идти и заключать... Нет, я просто скажу, я просто скажу одним словом, ну, как мне, одним предложением, да. В свое время был у нас закон, пытались принять, о страховании ответственности. Обязательном. Да, об обязательном. То есть предприятия и руководители не должны экономить на безопасности. Вот в этом ключе. Это самый, наверное, главный вопрос. Вот если мы берем, к примеру, иностранные предприятия, работавшие на нашем рынке. Они страхуют, к ним приезжают аудиторы. И без этих аудиторов они не смогут получить страховку, не смогут работать. И у них там все по последнему слову техники, да, скажем так. И безопасность у них на уровне. И вот, ну, это все дорого, конечно. Но на безопасности не экономить. Нельзя, да. Вот, наверное, одно и пожелание есть. Это была программа «Разговор по делу». Сергей, большое вам спасибо. Спасибо, да. Спасибо, что приняли приглашение. Очень было интересно. Я искренне желаю, чтобы ваша востребованность профессиональная была высокой, но применение этой востребованности было минимальным. Спасибо. Спасибо. Программа «Разговор по делу». До скорой встречи снова в эфире. Разговор по делу.